Привет, улечки! Я тут что-то уже бесила. Вот видите, кушать готовлюсь. Сейчас покажу. У меня этот рецепт есть в видео. Вот картошка, по-моему, я не помню, как она там называется, с луком и с морковкой. Вот так вот. Очень вкусно, тут аромат обалденный на весь дом. Короче, наготовила и все, и уже опять сил нету. Я вообще просто, я не знаю, что происходит. Короче, с простудой, когда болеешь фибромиологией, еще хуже. Вообще просто невозможно ничего делать. Это какой-то кошмар. Уши болят очень сильно, насморк и давят на уши. В общем, сейчас я вам тут нажалась, как мне плохо. Пожалейте меня все, пожалуйста. В общем, поэтому я никакие видео ничего не записываю, потому что реально просто плохо. Вот. А есть-то готовить надо. И вот я сейчас решила, думаю, тут вроде как все недолго это делать. Вот. В общем, все. Я бесил. Сейчас еще еще покажу, что мне пришло. Работа мне. Но это такая работа, как бы, когда время будет. Мне пришли вот такие вот, как колбочки, я не знаю даже, для специй. И еще заказала. Правда, я еще не все открыла. Тут вот видите, прям подписано. Вот они как раз, мне кажется, вот и сюда даже на эти подойдут. И на мои там... Кто вот видел, наверное, да, я вот сделала такие вот... Купила в Икеа вот эти вот баночки, такие дозочки. Но проблема в чем? Вот, например, здесь вот понятно, да, пшено. А вот, например, для меня сложно отделить, где вот тут панировочные сухари или вот манка, да. Или, например, там ячневая мука. Вот она у меня на той стороне стоит. А здесь вот я хочу вот это вот в порядок привести. Мне не нравится, как это выглядит. Видите? Здесь как бы банки. Ну, это вот я их оставила тоже, чтобы уж, ну, как дорого эти вот покупать, да, оставила. А вот это смотрится очень некрасиво, как будто здесь беспорядок. И я хочу одинаковые баночки и их подписать. Посмотрите, какие красивые распускаются. Я думала, они уже, то что ночью холодно, они замерзнут и цвести не будут. А они вон какие красивые. А там у меня вон хризантенки. Тоже вот скоро зацветут. Вот. И вот эти жёлтенькие ещё. Вот. Только они чуть не такие яркие на телефоне получаются. Ещё хотела сказать по поводу конгресса, который вот по поводу фибромиологии. Я перестала его смотреть. Ну, это реально какая-то идёт просто... Рассказывают про разные клиники и всё. Не стала больше смотреть их. И ещё я сегодня записалась к неврологу. Вот сегодня у нас 15 октября, да. Записалась я на 28 декабря. Такие вот листы ожиданий. Или как это назвать? Ой, не могу говорить. Кашель начинается, и всё. И голова начинает сильно болеть от кашля. Вот это ещё тоже проблема. То, что ладно, бог с ним с кашлем, а ещё голова болит же. Вот. Так вот, по поводу вот то, что к неврологу. Я прям довольна, что я всё-таки наконец-то это сделала. Не понимаю, почему я это откладываю. Хотя я понимаю, почему я это откладываю. Потому что каждый раз помощи потом никакой толком нет. Это, и всё. Ещё я тут... Чё-то у меня столько получилось в одно время практически всяких вебинаров бесплатных там всего. Но я, по-моему, уже говорила. Вот. С понедельника теперь ещё тут и у Марка. Марк Бартон. Он у меня в Инстаграме есть. И у него страничка. И там, по-моему, прямо у него на странице можно подписаться. Вот он каждый месяц проходит, проводит вебинары, где там объясняет, рассказывает всё. Вот, например, знаете, вот такой момент. Просто хочу поделиться, да. Вот. Многие психологи, как говорят, думайте больше о себе, да. И вот мне очень понравилось, как он вот буквально, я, по-моему, вчера это у него увидела. Думаю, ну, действительно, ну, вот как думать о себе? Вот. Хорошо. Я буду думать о себе. Вот. Я буду всё для себя делать и всё такое. Типа, вот, остальное всё неважно. Но это же неправильно. Вы же так не сможете с вашими близкими жить, правильно? Если, например, у вас там остались последние деньги. Вот я буду думать о себе. Я пойду на эти последние деньги, там, сделаю себе что-то, да. Это же неправильно. Это вы поймёте. Вы потом сами же себя будете стыдить за это, что вот вы потратили последние деньги. Правильно это так работает, знаете. Если, например, вы плохо себя чувствуете, а вас попросили что-то сделать. А вы говорите, я не могу сейчас. В этот момент вы думаете о себе, потому что вам плохо. Вы не в состоянии это сделать. Вот это вы думаете о себе. Понимаете? То есть нам немножко как-то некоторые вещи неправильно доносят информацию. То есть вроде бы они в правильном направлении говорят, да. Но при этом как-то не все верно объясняют. Вот у него мне нравятся многие вещи, которые он прямо поясняет и достаточно так правильно. И объясняет очень многим людям, в каких ситуациях очень тяжёлых бывает люди живут и продолжают жить с этим, да. То есть не выясняют ничего. Кстати, я тут взялась смотреть фильм «Краткий курс счастливой жизни». Если кто не любит, где много секса, ну хотя бы тема такая, ну как-то так, что-то я не знаю, почему там очень много об этом. Вот. Но там ещё и про отношения. Отношения мужчины и женщины. То есть вот там тоже очень много таких интересных моментов. Если вам интересно, посмотрите. Но, пожалуйста, потом не ругайте, что я вас там плохому научила. В общем, наш русский сериал. Я не знаю, там, по-моему, 16 серий. Снимается Светлана Ходченкова. Ой, всё. Светлана Ходченкова, дочка Хазанова. И ещё там кто-то есть такие, ну я их просто имён не помню всех. Ну, лёгкий такой. Ну, с одной стороны, как-то лёгкий, но с другой стороны, очень серьёзные темы затрагивают. Слушайте, я вам всё просто хочу в кучу рассказать. Долго не снимала. И как-то думаю, вот это надо не забыть сказать, это. А в результате получается как-то всё сумбурно. Наверное, всё-таки надо поднемножку записывать. И не так. Но записывать реально тяжело. Что-то мне прям вот... Я не думаю, что так плохо будет. И я думала прям даже сегодня пойти уже к врачу. Ну, посмотрю, как будет выходные. Может, всё-таки получше станет. Если не станет, тогда пойду всё-таки к этому, к терапевту. И скажу, у меня получается уже больше недели. Ну, в принципе, всегда простуду же неделю, да. Ну, в общем, если за выходные лучше не станет, то пойду к терапевту, буду с ним разговаривать. Вот. Ну, наверное, на этом всё. Будет пускай там, не знаю, сколько получится по времени это видео. Но буду стараться понемножку лучше записывать, чем вот так вот. Потому что действительно что-то, думаю, надо, в общем... Короче, запуталась, мысли потеряла. Вот. Впереди выходные. Желаю вам хороших выходных. Как всегда, сделайте что-нибудь приятное для себя, да. Ну, вы помните все мои пожелания. Это то, что действительно прям, ну... Когда делаешь что-то... Но потом, правда, не надо себя загонять опять с какими-то хлопотами сильными. Хотя бы просто поделить их на какое-то время. Может быть, не в один день всё делать вместе, да. Я уже давно об этом говорю. И как бы последнее время не говорила об этом. Но всё равно старайтесь не загонять себя сильно. Берегите себя. Ну и замечательных вам выходных. И всего самого-самого доброго.